Новогодняя мечта – познакомиться с работой пожарных. В декабре прошлого года в Главное управление МЧС России по Севастополю пришло необычное письмо. Его написала мама молодого человека с особенностями здоровья. Она рассказала, что ее сына Максима всегда вдохновляли истории о храбрых спасателях, а увидеть работу сотрудников МЧС – его давняя мечта. Письмо не осталось без ответа, и в канун Нового года желание Максима исполнилось. Молодому человеку провели персональную экскурсию в первой пожарно-спасательной части, куда его прямо из дома доставил автомобиль службы пожаротушения. Гостю показали элементы экипировки спасателей и познакомили с работой инструментов, которые используются во время борьбы с огнем и проведения аварийно-спасательных работ. Также Максим смог сам посидеть в кабине пожарной машины и побывал в служебных помещениях части. Но самым ярким стал финал. Молодому человеку предложили лично попробовать себя в роли огнеборца. Облачившись в боевую одежду, он занял место в автомобиле. С включенными маячками и сиренами техника выдвинулась на импровизированный вызов, а по прибытии к месту условного возгорания Максим смог подать воду на тушение из пожарного ствола. После визита сына в пожарную часть женщина направила в адрес МЧС России по Севастополю еще одно письмо, где благодарила за настоящее новогоднее чудо для ребенка. Но это далеко не единственная экскурсия, которая прошла в пожарных частях нашего города в канун зимних праздников. Увидеть работу спасателей изнутри смогли множество девочек и мальчиков. Среди них, например, учащиеся третьего класса гимназии номер 10. Для ребят это стало настоящим приключением. На расстоянии вытянутой руки они увидели автомобили, оборудование и экипировку сотрудников МЧС. Услышали захватывающие рассказы о подвигах личного состава. Им рассказали, как происходит тушение пожаров, ликвидация последствий ДТП и других происшествий. Лекция получилась интерактивной. Школьники смогли лично подержать в руках пожарные стволы, рукава, примерить боевую одежду огнеборцев и сделать в ней несколько памятных фотографий на фоне ярких машин службы. После ребятам также показали обучающие мультфильмы, посвященные правилам безопасности в холодное время года и предложили интерактивную игру. Но в эти новогодние праздники и сами сотрудники МЧС смогли примерить новые для себя роли. Облачившись в костюмы, они организовали для детей прибывших в город из Херсонской области яркую тетрализованную программу с загадками, стихами, песнями, играми и хороводами вокруг елки. Главных зимних волшебников Деда Мороза и Снегурочку сыграли офицеры ведомства Павел Безнюк и Марина Засыпкина. О новогодней подарке детям передало руководство главного управления и регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.